У жителей Заполярья появилась новая возможность изучить ненецкие коми-языки. Региональное общественное движение «Изватас» и Ассоциация ненецкого народа «Ясавы» популяризирующие традиции своего народа получили грантовую поддержку на проекты по изучению родных языков. Более подробно о школе родного языка расскажет мой коллега Василий Хатанзейский. Сохранение родного языка и традиций коренных народов Севера – одно из важных условий сохранения самой нации, ее самобытности и традиционного образа жизни. Мысль о том, что нам надо сохранять родной язык, она зрела уже давно, потому что действительно язык мы постепенно теряем. И у нас на местах еще, на селе, есть педагоги, которые могут преподавать коми-язык. И поэтому в таких поселках Харутах, Аривир, Каратайка, Несь, где проживает именно коми-население, вот там были организованы кружки. С 2018 года общественная организация «Избатас» активно участвует в различных грантовых конкурсах, благодаря чему удается периодически обновлять образовательную базу для полноценного обучения. Ну и толчком, конечно, послужило то, что был еще у нас грант «Лукойла», и с помощью которого мы смогли, опять же, методическую литературу создать для изучения именно ижимского диалекта коми-языка, потому что мы здесь говорим именно на ижимском диалекте. Сейчас уроки коми-языка с серни тамчужин-кылан, что в переводе на русский звучит как общение на родном языке, посещают и взрослые, и дети. Помимо сельских поселений преподают коми-язык с ижимским диалектом и на базе этнокультурного центра в Наринмаре. На этих уроках коми-языка изучаются как бы все темы проходят, как обычно по учебникам проходится эта тема знакомства, дом, одежда, вот все то, что там, и разговорная речь, когда можно спокойно общаться на родном языке. Помимо изучения коми-ижимского языка в этнокультурном центре с января 2022 года можно будет обучаться и ненецкому языку. На сегодня в этом есть необходимость не только среди подрастающего поколения, но и среди молодежи. Поскольку среди населения была такая востребованность по возобновлению школы, и особенно это было заметно среди молодежи, когда мы проводим мероприятия, мы видим, что все-таки работать с молодежью нужно, и есть конкретные уже у молодежи желания изучать. Школа Нена Ивада в переводе «Настоящее слово» проведет более 50 уроков для коренных носителей языка в возрасте от 18 лет. Мы решили, что занятия будут основаны на разговорном ненецком языке. Поскольку за основу литературного языка принят большеземельский говор, он, конечно, сложен в изучении. Об этом говорят носители канинского говора, малоземельского говора. И среди молодежи мы замечаем, что для них все-таки проще вот эти два говора. И уроки будут построены в разговорной форме. Все эти мероприятия по сохранению языка несут важную миссию в сохранении традиций коренных малочисленных народов. А мы знаем, что народ сохраняется тогда, когда живет язык и когда живет традиция. Именно поэтому мы видим важность в том, чтобы создавать такие... Ну, поскольку в семье уже не разговаривают на родных языках, что создавать некие искусственные конгломераты, где желающие люди могли бы либо подтянуть уровень знаний по родному языку, либо начать изучать при руководстве преподавателя опытного, с возможностью дальнейшего самостоятельного освоения. Более подробную информацию о занятиях по изучению коми ижимского и ненецкого языков можно узнать на официальной странице этнокультурного центра в социальной сети ВКонтакте.